Здравствуйте! В эфире телеканал Архиз 24, программа «Экономика». Самые актуальные экономические вопросы обсудим и проанализируем вместе. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов работал в Сочи на ежегодном российском инвестиционном форуме. На нем все российские регионы по традиции демонстрируют свои достижения в приоритетных направлениях экономики, развитии технологий, повышении туристического инвестиционного потенциала, а также реализации национальных проектов. Последнее было главной темой форума. А что касается его практической части, то Рашид Тимрезов за этот день подписал в Сочи несколько договоров о сотрудничестве, в том числе с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Программа первого основного дня Сочинского форума очень насыщенная. Одна из основных тем – национальные проекты от стратегии к действию. Для молодых бизнесменов эта площадка – возможность проявить себя, для регионов и крупных компаний договориться о планах на перспективу. Соглашение о сотрудничестве, которое Рашид Тимрезов подписал с председателем правления МСП Банка Дмитрием Головановым, направлено на взаимодействие Карачао-Черкесской Республики и Банка по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, которое является крайне важным сектором экономики. Не случайно ему отведен отдельный приоритетный нацпроект. Стороны договорились, что МСП Банк реализует на территории региона образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей в разных отраслях экономики. Следующее соглашение о сотрудничестве Рашид Тимрезов подписал с председателем правления Сбербанка Германом Греевом. Оно заключено в целях выполнения социально-экономических задач Карачао-Черкесской Республики, реализации приоритетных нацпроектов, федеральных и региональных программ, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе и направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Договор с АО «Деловая среда» закрепил актуальные направления сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона. Во второй половине дня Рашид Тимрезов принял участие в пленарном заседании инвестиционного форума, темой которого стала реализация приоритетных национальных проектов. Открывавший заседание председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил масштабность стоящих перед страной задач. 9 национальных целей, 12 национальных проектов, модернизация магистральной инфраструктуры и все это предстоит реализовать до 2024 года. При этом премьер-министр обратил особое внимание на негодимость глубокой модернизации инфраструктурных объектов, которая назрела в регионах. Более 25,7 триллиона рублей. Давайте еще раз осознаем эту цифру. Никогда в истории современной России даже близко о подобных деньгах мы не говорили. Более полутора миллионов квартир и 300 тысяч новых индивидуальных домов ежегодно. 40 построенных и реконструированных детских отделений и больниц. 420 центров амбулаторной и онкологической помощи. 230 тысяч новых мест в школах. 40 тысяч километров отремонтированных дорог в регионах. Тема основная и одна. Национальный проект 204-го КАС-президента Российской Федерации от 7 мая. Реализация национальных проектов. И мы понимаем, что в ближайшие 6 лет все субъекты Российской Федерации, страна наша будет жить эти люди. Мы по 7-12 национальным проектам подписали соглашение с профильными министерствами и ведомствами. Мы достаточно серьезную работу провели в прошлом году. Провели практически со всеми министерствами и в Москве встречи в формате правительства Карачаева-Черкесии. Там и профильное министерство. Дорожную карту такую определили. Но я еще раз говорю, мы этим будем жить. Еще одним ключевым мероприятием форума стала панельная сессия Минкавказа России. Экономика гостеприимства сегодня и завтра. На которой министр по делам Северного Кавказа Сергей Щеботарев представил стратегию развития внутреннего и въездного туризма в Северокавказском федеральном округе до 2035 года. Мы начали с кавказского гостеприимства. И теперь это абсолютно самое большое богатство. Это наши люди. Люди, которые родились, выросли. Для которых это не только доели хлеб. Мы должны брать все самое лучшее. В плане управления, в плане оборудования, и так далее. Но, конечно, мы ни в коем случае не должны забывать про нашу аутентичность. О том, что на сегодняшний день, чем мы и знаменит. Рашид Тимрезов вместе с коллегами, главами Северокавказских регионов, представителями федеральных органов власти и бизнесменами, обсудили стратегические приоритеты развития туризма в России, ориентируясь в том числе на опыт Северного Кавказа. Рассмотрели вопросы обеспечения всесезонности курортов, перспективы развития круизного и межрегионального туризма, а также продвижения туристического потенциала СКФО на российском и международном уровне. Сошлись во мнении, что горнолыжное и бальнеологическое направление является одними из самых востребованных сегментов туризма в СКФО. Спрос на курорты, предлагающие такого рода отдых, показывают сегодня стремительный рост популярности на туристские услуги. Оба эти направления являются ключевыми для отрасли туризма Карачаева-Черкесии. Именно поэтому они активно развиваются при участии государства, региона и средств частных инвесторов. Речь идет о развитии Домбая, Архиза и кислых источников. Алексей Ковтон, Архиз, 24. Развитие интенсивного садоводства – одно из приоритетных направлений для нашей республики, обозначенных главой республики Рашидом Тимрезовым. Напомним, что 2019 объявлен годом села, и как раз для развития сельского производства Министерство сельского хозяйства и сотрудники садов Карачаева-Черкесии посетили соседний Ставропольский край, а именно сады Ставрополя. Главная цель такого визита – обменяться опытом в сфере садоводства. Стать садоводом никогда не поздно. Когда 63-летний сад Гири Абсалимов прочитал в газете, что правительство Ставропольского края дает 400 тысяч безвозмездных рублей, тем, кто согласится высадить на своих приусадебных сотках яблоневый сад, тут же отправился писать заявку на участие в конкурсе. Затем добавил к полученной субсидии 21 тысячу из своего кармана, и вот уже на его земле стройными рядами выстроилось 400 крепких саженцев. В минеральных водах таких садоводов, как сад Гири Абсалимов, уже семеро. А всего Ставрополье выделило на эту программу 80 миллионов рублей. В первый год мне помогали, учили, как обрабатывать, обрезку делать, опрыскивать, поливать. У меня раньше тоже были деревья здесь. Посидел-посидел на пенсии, чем заниматься. Решил попробовать садом. В Карачаево-Черкесии программа интенсивного мини-садоводства стартует уже в этом году. Не случайно министр сельского хозяйства КЧР Анзор Баташев с таким интересом осматривает плодовый питомник садов Ставрополья. Опыт соседей в этом деле обязательно пригодится. С нами и сотрудники министр сельского хозяйства приехали, юристы приехали, агрономы приехали. Дальше будем общаться и разрабатывать. Мы уже на стадии завершения региональной программы. Я думаю, скоро мы завершим и будем уже объявляться. Это проект закладки мини-садов для личных подсобных хозяйств интенсивного и суперинтенсивного типа. Яблоневые деревья. Первоначальная подготовка по его реализации началась еще в 2017 году для того, чтобы разработать сам проект совместно с Федеральным научным центром имени Мичурина. По поручению губернатора Ставропольского края мы разработали вот такой интересный инвестиционный проект по интенсивным садам личных подсобных хозяйств. Первый сад был заложен, вот мы на территории этого сада находимся. В качестве пилотного населенного пункта под программу мини-садоводства в Карачаево-Черкесии выбрано село Курджиново в Урубском районе. Сейчас там выбирают личные подсобные хозяйства, где весной будут высажены первые саженцы. Главный критерий – отбора качества почвы и наличия воды для полива. Правильный выбор участка – залог будущего урожая. Республиканская программа по выращиванию мини-садов интенсивного типа на сельских подворьях Карачаево-Черкесии первые результаты должна дать уже в этом году. К слову, сельское хозяйство всегда являлось одним из основных направлений в экономике нашей республики. Именно благодаря труду рядовых фермеров обеспечивается достаток на наших столах и в магазинах. Все они вносят свой неоценимый вклад в развитие Карачаево-Черкесии. Один из таких фермеров трудится в Хабесском районе. Наша съемочная группа побывала у него в гостях. Покормить скот, собрать сено, выгнать коров на выпас. С самого утра на ферме Мухадина Патова кипит работа. Вот уже семь лет он вместе с женой и сыном трудится на своих сельхозугодиях. Начинал с пары коров, а сегодня в его хозяйстве 30 дойных буренок, барашки, утки и курицы. В общем, все как полагается. Такого результата Мухадину удалось добиться благодаря усердию и невероятной любви к собственному делу. С пяти начинается корм коров, доят. Потом выгоняем на пастбищу и до вечера они пасутся. Вечером опять то же самое в шесть, пол шестого начинается работа. Скот пригоняют, загоняем. Опять же начинаем кормить, все доить. И вот так идет каждый день. Отец всю жизнь работал на фермах. Он заведующий был там в фермах, сходником был. И все время тянулось к ним. И сам я, как говорится, не могу без скотин. На ферме лишних рук не бывает, ведь управляться с таким объемом работ одному тяжело. Потому без хороших помощников Мухадину не обойтись. Вот уже пять лет по хозяйству ему помогает Раиса Пряткина со своей дочерью Валентиной. Он неплохой человек, нормально все. У нас наше занятие – это коровы и помощь по хозбору. Вот это вся наша работа. А чем дочь занимается? Помогаем маме. То же самое. Условия как? Нормально, не обижают. Не сказать, что они там такие. Нет. Условия нормальные, все хорошо здесь. Мы привыкли уже к этому. Мы выросли в деревне, ничего здесь. Это нам не страшно. Сейчас Мухадин Патов задумывается о дальнейшем развитии своей фермы. В его планах расширить производство и увеличить поголовье скота. Ну а пока фермер продолжает каждый день трудиться, отдавая всю душу любимому делу. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архес 24. Город в городе. Северный микрорайон Черкеска буквально на глазах превращается из безлюдного пустыря в современный цветущий городок. В этом лично убедился глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, проинспектировав возводимую там инфраструктуру. На 100 гектарах там скоро вырастут почти полсотни жилых многоэтажек, детские сады и школа. Ведь большинство будущих жителей микрорайона – молодые семьи с детьми. С некоторыми из них познакомился мой коллега Арнастчуков. Заодно он расскажет нам об экологической обстановке в районе бывшего химзавода. Сейчас новый микрорайон в северной части Черкеска похож на одну большую стройку. Сотни рабочих превращают некогда безлюдный пустырь в современный цветущий городок. За всеми преобразованиями внимательно следят на самом высоком уровне. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, посетив микрорайон, осмотрел ход строительства объектов жилой, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также дал ряд поручений, связанных с выполнением плана производственных работ и их синхронизацией с теми, кто в последующем будет эксплуатировать возводимые здесь социальные объекты. Еще один важный вопрос, касающийся будущего микрорайона, который строится на месте бывшего химзавода – это его экологическая безопасность. В Республиканском Минстрой нам показали технический отчет по экологическим изысканиям, огромный стостраничный документ, без которого нельзя даже начинать строительство, и в котором отображены результаты всех необходимых экспертиз. По земле, по результатам лабораторных исследований, по биотестированию, определению содержания нефтепродуктов, в почвах исследований территории не выявлено токсического воздействия, уровень загрязнения нефтепродуктами допустим. Со временем, когда там был химзавод, прошло уже более 20 лет, поэтому на сегодняшний день никаких вредных условий для того, чтобы строить дома, ничего такого нет. Ориентирован новый микрорайон в первую очередь на семьи с детьми. Большинство будущих новоселов – участники госпрограммы «Молодая семья», а также дети-сироты и другие категории граждан, имеющие право на жилищные субсидии. Только в прошлом году власти Карачаева Черкесии направили на эти программы более полумиллиарда рублей. При этом адресную помощь в виде субсидий на покупку жилья получили 568 семей, в том числе и Чита Аргуновых, которые в свою новую четырехкомнатную квартиру смогут въехать через несколько лет, но уже приходят посмотреть на то место, где вырастет их дом. Ближесть всей необходимой инфраструктуры была одним из самых важных условий при застройке района. На расстоянии шаговой доступности здесь будут четыре детских сада, три школы, развлекательный и бизнес-центры, агропромышленный парк, поликлиника, спортивные объекты и детские площадки. Все это свяжет между собой сеть удобных дорог. На сегодняшний день дорожная сеть делается, весь микрорайон будет охвачен этой дорожной сетью, будут здесь и троллейбусные линии, и автобусные маршруты, то есть проблем с транспортом не будет. В этом году мы уже там дорожную сеть полностью закончим. Несколько социально важных объектов в новом микрорайоне либо уже открыты, как республиканский онкодиспансер, либо их строительство находится на финишной прямой. Это и детский сад на 150 мест, и городская поликлиника для взрослых и детей, а также большая современная школа на 600 учащихся. Сейчас строительные работы в этой школе идут полным ходом, а ее открытие намечено уже в этом году. Параллельно другая группа строителей ведет работу по обустройству фундамента другого общеобразовательного учреждения. Оно находится чуть-чуть поодаль, примерно на расстоянии меньше, чем километр отсюда. Это будет самое крупное в регионе общеобразовательное учреждение в формате школа плюс детский сад, где будут учиться порядка 800 учеников, а дошкольное образование будут получать 250 детей. Всего же здесь, на территории 100 гектаров, будет стоять 46 многоквартирных домов, отличающихся повышенной сейсмоустойчивостью, термо- и звукоизоляцией. А жить в них будет около 25 тысяч человек. Это будет во всех смыслах самый молодой район республиканской столицы. Эрнестчука, Мурат Кемрюгов, Олег Молхожев, Архиз, 24. Большой семье, большой участок. В рамках федерального закона о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, очередные сертификаты на заветные 6 соток получили многодетные семьи из Прикубанского района. Напомним, что этот вопрос находится под строгим надзором главы региона Рашида Тимрезова, который ранее поручил правительству республики усилить контроль за предоставлением земельных участков многодетным семьям. Подробности в нашем сюжете. Счастливыми обладателями земельных наделов стали 19 многодетных семей из села Чапаевска. Это стало возможным благодаря федеральному закону, действие которое распространяется на семьи, в которых третьи и последующие дети родились, либо были усыновлены после 17 июня 2011 года. Для них государство безвозмездно предоставляет землю под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, а также для ведения садоводства, дачного строительства или же огородничества. В селе Чапаевском мы были месяца-полтора назад. Один из главных вопросов у населения был вопрос, именно по этой программе. На сегодняшний день, я думаю, для этих семей, так как скажем, небольшой праздник. Мы нашли решение этого вопроса. Вот сейчас мы будем вручать каждой семье, ну не сертификаты, а так, постановление о выделении с катастрофными номерами. Нашли полноценный участок. У Марины Ура-Скуловой сегодня настоящий праздник. Долгожданный сертификат на заветные шесть соток пришли с ей как нельзя к стати. Многодетная семья давно мечтала о большом уютном доме, в котором каждому найдется своя комната. И вот, наконец, сделаны первые шаги к ее осуществлению. Я очень рада, что я попала в эту программу. Эта программа уже давно, этот вопрос решался по наделению земельного участка на третьего ребенка. Мы очень рады, что мы попали именно в этот план. У каждого человека есть планы построить большой вместительный дом, где можно было встретить людей. И, естественно, каждый ребенок хочет свою комнату. Мы планируем в дальнейшем построиться именно там, где нам сейчас планы дают, хороший большой дом. Несмотря на некоторые сложности, связанные со сбором документов и долгим ожиданием, уже тысячи семей в Карачаево-Черкесии стали обладателем бесплатных земельных наделов. При этом выдача сертификатов производится лишь после решения специальной комиссии и строго в порядке очереди. Комиссия проверила списки, поселение проверило списки, прокуратура проверила списки. Между прочим, несколько семей были выведены по проверке прокуратуры. И не от того, что неправильно туда эти списки ввели, а есть все законодательные пункты этого закона. Абсолютно должно соблюдать все эти правила. Поэтому вот сегодня 19 семей получат. Скоро в Прикубанском районе заветные земельные сертификаты получат еще 100 многодетных семей. Районная администрация уже сформировала соответствующие списки на 2019 год. Ренат Ибрагимов, Радомир Князев, Археист 24. Досрочный выход на пенсию, получение субсидий на развитие собственного дела обсуждались накануне на общественном приеме в Республиканском управлении Центра занятости населения. Вместе с жителем Черкесии на прием к начальнику управления отправилась и наша съемочная группа. Пожалуй, самым частым вопросом, который звучал в этот день на приеме в Центре занятости, был вопрос о досрочном выходе на пенсию. Вот и Людмила Аркелова пришла узнать, какие для этого нужно оформить документы. Начальник управления пояснил, что в первую очередь для досрочного выхода на пенсию необходимо соблюдение ряда важных условий. Другим частым поводом для обращений в Центр занятости является вопрос профессиональной переподготовки. Дмитрий Сумароков 17 лет работал на железной дороге, а вот сейчас получил ограничения по здоровью. Теперь мужчина хочет получить новую профессию и стать охранником. Хизир Кумуков рассказал, что ему для этого необходимо. Ежегодно мы направляем на обучение. Состоятельно учить по безработице. Состоятельно учить по безработице. Состоятельно учить по безработице. Поэтому, пожалуйста, пишите заявление. С вами сейчас поработает специалист. Все условия объяснит, какие. И с февраля месяца, как пойдет финансирование, пожалуйста, мы вас обучим. Возможность профессиональной переподготовки сегодня также предоставляется и женщинам в декрете. Марина Попова – одна из тех, кто пришел на прием узнать, как Центр занятости может помочь ей в этом вопросе. Пишите заявление. И как определяется уже образовательное учреждение у нас. Мы направим вас на учебу. Никаких проблем нет. Кроме того, на приеме прозвучали вопросы о мерах поддержки начинающих предпринимателей и профориентации людей предпенсионного возраста. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архиз-24. На сегодня это все. Мы продолжим следить за новостями. Смотрите экономику на нашем канале и всегда будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова